МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможно, входить в минимальный комплект для школьника младших классов. Оказалось, что их всего 35. Список формируется совместно с акиматами, совместно с Управлением по делам религии и имамами в регионах. Например, я позавчера был в Ахтюбинске, были в других регионах. Все наши работники фонда во всех регионах, они и участвуют при распределении этих школьных сумок. Недавний аномальный ливень в столице, во время которого за несколько часов выпала месячная норма осадков, показал все места скопления воды. Если в прошлом году таких было 12, то в этом всего 3. Кроме того, установлены две дополнительные передвижные насосные станции. На круглосуточном дежурстве находятся более 200 специалистов коммунальных служб. Мощность очистительных сооружений в Астане составляет 215 тысяч кубометров воды в сутки. Руководство Акима регулярно, лично совершает объезд проблемных точек. Город растет, и модернизация ливневой системы ведется непрерывно. В планах до конца года завершить строительство двух новых очистительных станций и закончить реконструкцию семи насосных станций. Ситуация в городе стабильная. После большого дождя 20-21 августа все магистральные трубопроводы провели телеинспекцию, проверили. Все готовы принимать воду. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим, потому что гидромет передал штурмовое предупреждение, грозы, сильные осадки. На сегодняшний день, на данный час, держим на контроле. Белорусские компании готовы принять участие в модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии. В первую очередь речь идет об экспорте оборудования и материалах. Детали возможной кооперации обсуждали на встрече белорусского посла с министром энергетики Румынии. Как ожидается по итогам переговоров, белорусские компании будут активнее работать с Бухарестом в сфере оказания услуг по проектированию и эксплуатации энергетических объектов. Говорили на встрече и об атомной энергетике. В скором будущем страны обменяются опытом в этой сфере. Москва усиливает белорусское направление внешней политики, назначив новым послом России Михаила Бабича. Об особой миссии своего полпреда в ходе официальной встречи говорил президент Владимир Путин. Экс-глава правительства Чечни, в прошлом высокопоставленный сотрудник КГБ и ФСБ, будет заниматься в Беларуси не только дипломатической работой, заверил глава государства. Информация о новом после вызвала неоднозначную реакцию Беларуси. В прессе Бабича называют послом войны, силовиком в дипломатии, ястребом для Братской Республики. Его приход рассматривают как ужесточение политики Москвы в отношении Минска и напоминают, что Украина отказалась принять такого посла. В свою очередь, в белорусском МИДе назначение Бабича со статусом спецпредставителя российского президента назвали свидетельством особого характера и высокого уровня белорусско-российского сотрудничества. Производство мяса, молока, яиц и другой продукции сельского хозяйства увеличилось. Так, хозсубъекты по всему Кыргызстану произвели 210 тысяч тонн мяса и 915 тысяч тонн молока. За отчетный период приняты показатели с января по август прошлого и этого годов. Вместе с производством вырос и экспорт отечественной продукции. Убойный цех, соответствующий международным требованиям, построили в Джалалабаде этой весной. Здесь созданы все условия для разделки мяса. Мощность цеха только в одну смену – до 50 голов крупного рогатого и 150 голов мелкого рогатого скота. Цех открыл здешний предприниматель. Рабочими местами обеспечены десятки местных жителей. А чтобы увеличить объем экспорта, мясо необходимо, чтобы в стране его было в достатке. Благо, производство мяса по сравнению с прошлым годом увеличилось. Значительно возросло производство и молока. Что касается экспорта этой продукции, то он тоже демонстрирует неплохие показатели. А география рынков охватывает не только страны Евразийского экономического союза. Развитие животноводства и как следствие увеличение производства животноводческой продукции связывается с тем, что специалистам удалось избавить территорию Кыргызстана от опасных заболеваний животных. Экспорт молочной продукции тоже у нас возрос на 2,3%. Мы экспортируем в основном в Казахстан или в Россию. Я думаю, что экспорт мяса до конца года еще у нас будет увеличен, потому что сегодня строится на стадии завершения четыре очень хороших вынес цехов. Именно в регионах. Мы сегодня нашли альтернативные рынки по экспорту мяса, кроме Российской Федерации, Казахстана, Иран, арабские страны. И сегодня идет работа по поставкам мяса и мясной продукции в Китайскую народную республику. Новые поставки техники в Африку обсуждали в Минске. На Амазе встречали представительную делегацию из Нигерии. Гости даже смогли протестировать интересующие модели. В восторжных комментариев глава нигерийской корпорации удостоился не только автобус, но и спортивный грузовик – серебряный призер «Дакар-2018». К приезду гостей на заводе подготовили эксклюзивную автотехнику. Теперь обсуждают условия контрактов. Нигерия входит в экономическое сообщество западно-африканских государств. Через нее в другие страны объединения технику можно поставить без дополнительных пошлин. Сотрудничество по этой схеме уже обсуждали с Ангалой и Алжиром. Африканский регион и африканский континент является одним из наиболее перспективных в настоящее время для Минского автомобильного завода, поскольку техника сейчас уже по опыту Минского автомобильного завода поставлялась в Египет, в Судан, в Южноафриканскую республику. Говоря именно про Нигерию, это страна с населением более 195 миллионов человек и с одним из самых высоких темпов роста ВВП. Авиакомпания Air France и British Airways приостанавливают рейсы в Тегеран. Согласно руководству авиаперевозчиков, связано это с нерентабельностью и убыточностью рейсов в связи с санкциями США против Ирана. Из Парижа рейсы в Тегеране прекратятся 18 сентября, а из Лондона – 22. Низкобюджетный филиал «Джон» французской авиакомпании, который осуществляет в настоящее время полеты в Тегеран, с 4 августа перешел с трех еженедельных рейсов на один. В июле стало известно, что приостановить полеты в Тегеран с 24 сентября намерена также нидерландская авиакомпания КЛМ. Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из ядерной сделки, обвинив Ирана в нарушении ее условий. Американские экономические санкции против Исламской республики возобновили 7 августа. Немцы зарабатывают больше, чем тратят. По данным Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2018 года доходы населения ФРГ превысили расходы на более чем 48 миллиардов евро. За этот период немецкая экономика выросла на 3%. Это лучший показатель с момента объединения Германии в 1990 году. Процифит растет в стране уже пятый год подряд. Основным катализатором положительной динамики стали налоги и социальные взносы. Кроме того, растет и экспорт. По прогнозам Мюнхенского института экономических исследований, у ФРГ третий год подряд будет самый высокий в мире профицит внешнеторгового баланса. Превышение экспорта над импортом может составлять свыше 250 миллиардов евро. Второе место по этому показателю займет Япония, а третье – Нидерланды. Положительная тенденция наблюдается и в еврозоне. Согласно данным статистического управления Евросоюза, во втором квартале 2018 года европейский ВВП вырос на 0,4%. Лондон готовится к сценарию Брексита без сделки. У переговорщиков остается все меньше времени. Ранее предусматривалось, что договориться с Брюсселем удастся к октябрю. Однако ряд важных вопросов стороны так и не решили. На прошлой неделе британское правительство опубликовало первую часть пояснительных записок, раскрывающих детали плана по подготовке выхода из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Рааб добавил, что Великобритания примет односторонние меры для поддержания стабильной работы своих институтов в случае отсутствия соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров с Брюсселем. Министр, в частности, коснулся темы поставок лекарств в условиях Брексита без соглашения. Рааб черкнул, что официальный Лондон договорится с поставщиками фармацевтической продукции о создании в стране трехмесячного баланса более чем 200 видов медикаментов. По оценкам экспертов, выход Великобритании из Евросоюза без соглашения повлечет за собой введение акцизов и таможенных пошлин со стороны Брюсселя, подготовленных правительством. Рекомендации говорится, что британским компаниям следует разработать шаги для пересмотра коммерческих условий, чтобы справиться с введением новых пошлин. Официальные переговоры Брюсселя и Лондона начались в июне прошлого года, а за год до этого на референдуме за выход из Евросоюза высказались почти 52% проголосовавших британцев. «Разумеется, нам надо готовиться и к другому варианту развития событий, если ЕС отнесется к делу с меньшим, чем у нас, прагматизмом и амбициозностью, и тогда соглашения мы не достигнем. Скажу сразу, нам бы этого не хотелось, и мы не думаем, что этим закончится, но как ответственное правительство мы должны готовиться к любому исходу». США отказалась от выделения помощи Палестине на сумму свыше 200 миллиардов долларов. Об этом объявил государственный дипломат США с осылкой на указания президента Дональда Трампа. Как говорится в официальном заявлении, на это решение повлияла ситуация в секторе газа, где движение «Хамас» ставит под угрозу жизнь людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию. Вместо финансирования проектов на западном берегу реки Иордан и в секторе газа деньги будут направлены на другие высокоприоритетные проекты. Президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем в формате, предложенном США еще в начале года. В январе Госдеп объявил о сокращении отчислений ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженствам почти в шесть раз. Отношения США с палестинской администрацией обострились еще больше после переноса 14 мая американского посольства в Израиле в Иерусалим. Редактор субтитров А.Семкин